Добрый день! Сегодня хочу рассказать, каким образом формировать штатное расписание в один из зарплаты управления персоналом. Для этого нам сначала нужно перейти в настройки и настроить возможности организации работы со штатным расписанием. То есть переходим в настройка, кадровый учет и здесь есть такая закладка, которая называется настройка штатного расписания. Нажимаете ее и там несколько настроек. Во-первых, вы можете указать, что в принципе не ведется штатное расписание, это нормально для небольших компаний. Если вы указываете, что ведется штатное расписание, то будет использоваться специальный механизм и функционал, который называется справочник должностей с окладами, который будет выстраиваться в определенную структуру и задавать структуру работы там вашего предприятия, сколько ставок той или иной должности находится в подразделении. Можно указать, чтобы происходила автоматическая проверка кадровых документов на соответствие штатному расписанию. То есть вы не сможете принять сотрудников больше, чем это положено по штатному расписанию. Также вы можете ввести историю изменений. То есть у вас вся ваша версия штатного расписания будет вестись не просто справочником, а будет утверждаться специальным документом. И соответственно это штатное расписание там будет подписываться, визироваться, утверждаться и соответственно вы можете посмотреть историю изменений. Используется вилка окладов и надбавок в штатном расписании. То есть здесь можно указывать не просто оклад, а допустим начальную, ну нижнюю границу, верхнюю границу надбавки для этого, для этой должности, для этой ставки. Дальше вы можете использовать в штатном расписании разряды и категории, если вам нужно. И способ отображения, ну стандартный вариант это месячный размер в рублях, тариф, месячный размер в рублях там тариф или коэффициент. И есть возможность бронирования позиций, когда вы в предварительном, предварительно оформили заявку на должность, то она бронируется на какое-то время. И если вы за это время не оформите на эту должность того сотрудника, не выведите, да, там которого вы планировали вывести, то должность автоматически освобождается. Но это уже для больших компаний. Мы рассмотрим небольшую торговую сеть, ну примерно там до 100 человек, так скажем. И, соответственно, ведется штатное расписание для нее и автоматически происходит контроль кадровых документов. Дальше, после того, как вы сохранили эти настройки, да, то есть настройки у нас следующие, это ведется штатное расписание и автоматическая проверка кадровых документов происходит. Вот, соответственно, вы переходите в раздел кадры и здесь мы заполняем штатное расписание. Мы создали новую организацию, для этой организации мы создали небольшую структуру. Допустим, она будет выглядеть следующим образом, да, то есть вот организация торговая сеть старая, у нее будет три подразделения, там дирекция, бухгалтерия и торговый отдел. Вот, и, соответственно, штатное расписание будет выглядеть следующим образом, то есть, во-первых, мы создаем в дирекции должность генерального директора. Генерального директора указываем, что позиция утверждена, количество 1 и добавляем там оплату по окладу, допустим, какую-то сумму. Устанавливаем для директора, все, больше здесь ничего не надо делать и вот устанавливаем, дату утверждения у нее стоит 0,1, 0,1, количество ставок 1, дирекция, генеральный директор. Дальше мы создаем, также указываем организацию, указываем подразделение в этой организации, бухгалтерии, должность, давайте создадим главный бухгалтер. Вот, главный бухгалтер, тоже установим оплату по окладу. Количество единиц 1 и, соответственно, здесь вот все данные вот таким образом заполнены с организации, бухгалтерия, должность, главный бухгалтер. Наименование формируется автоматически, устанавливается оплата по окладу, устанавливается галка позиции утверждена, устанавливается дата утверждения. На вкладке дополнительно вы можете выбрать там трудовые функции, условия приема на работу, краткое отписание и вид отпусков. Главный бухгалтер. Теперь создадим ставку, которая будет называться в бухгалтерии просто бухгалтер, допустим, в количестве там 4 единиц. Установим оплату тоже по окладу. Вот здесь устанавливается 4 единицы. Вот бухгалтерия. И создадим в торговом отделе должность, которая будет называться начальник отдела в торговле. Допустим, их будет у нас тоже 4, но несколько торговых отделов. Зарплату обязательно назначим. И создадим также в торговом отделе должность, которая будет называться менеджер. Должность, которая будет называться менеджер. И здесь также мы поставим, что, допустим, у нас таких должностей 40 будет. Ну, то есть, 4 отдела по 10 менеджеров в каждом. Вот так это будет выглядеть. То есть, примерно у нас в штате, ну, вот как раз 50 человек. Мы можем посмотреть это все списком, вот таким образом. То есть, дирекция, бухгалтерия, торговый отдел, все указано. И, соответственно, все указано. И вот так штатное расписание у нас выглядит. Дальше, что мы можем сделать? То есть, мы можем, во-первых, это штатное расписание распечатать. Вот, соответственно, здесь указывается, в каком отделе, кто работает. Указываются должности, количество штатных единиц, общее количество штатных единиц, тарифная сетка. Вот, и здесь всего сумма фото уже автоматически считается. Вот, соответственно, вы можете утвердить это штатное расписание и разместить его там на всех ресурсах внутри компании. Штатное расписание на подпись. Есть такой отчет, да, где здесь тоже по должностям выборка есть. И есть выборка по подразделениям. Оклады, надбавки и фод по штатному расписанию. Тоже есть отдельный отчет. Тоже указаны все виды окладов, надбавок и так далее по фонду оплаты труда. Вот, и, собственно говоря, после этого мы это все сформировали. И теперь посмотрим на механизмы работы, как работать с этим штатным расписанием, что вообще с ним можно делать. Давайте. То есть, во-первых, есть порядок утверждения. Ну, допустим, у нас может быть неутвержденная, да, вот позиция начальника отдела в торговле. То есть она будет выглядеть следующим образом. И выглядит следующим образом. И во всех отчетах отображаться. Однако, вот здесь, в самом штатном расписании, она будет выделена жирным и не будет стоять дата утверждения. Соответственно, мы ее не сможем использовать при оформлении различных документов. Во-вторых, мы эту позицию можем полностью закрыть, да, то есть установить галку, что позиция закрыта и больше не используется. Вот в таком виде. И, соответственно, она у нас из штатного расписания пропадет. Но если мы назовем галки «показать закрытые позиции», то она у нас покажется вот в таком виде, в зачеркнутом. Вот, соответственно, мы можем обратно вернуть эту позицию. И вот она в рабочем виде так и останется. Дальше, если мы хотим удалить эту позицию, у нас это не получится сделать. Вот, потому что штатная позиция, штатное расписание, она не может быть помечена, да, то есть если она утверждена для того, чтобы нам удалить позицию штатного расписания, допустим, мы что-то сделали неправильно, нам нужно снять галку, что позиция утверждена. И после этого мы можем спокойно эту позицию пометить, да, то есть здесь у нас появится галка вот «пометки на удаление». Вот, и также мы можем снять пометки на удаление. Также у нас есть возможность утвердить позиции как списком, так и поштучно, то есть мы можем выделить все позиции в штатном расписании, нажать утвердить позиции и поставить дату, допустим 01, 01, 01, 04, 20, вот так поставим, нажмем ОК и соответственно все позиции, которые не были до этого утверждены, у них будет установлена вот эта дата утверждения. Для того, чтобы изменить дату утверждения по другим позициям, нужно заходить сюда, в саму позицию, там 01, 01, 04 ставить и соответственно сохранять ее, вот таким образом это работает и также здесь отображается дата закрытия, вот, ну можно просто допустим снять все галки, что позиция утверждена со всех позиций, вот соответственно штатное расписание будет выглядеть вот таким образом, и нажать Ctrl, а выделить все позиции, нажать утвердить позиции и с 01, 04 все позиции установить, вот это будет вот так вот выглядеть. Можно создавать новый элемент копированием, да, то есть если у вас одинаковое подразделение, одинаковое там дату утверждения, одинаковое количество, то вы можете нажать просто вот копирование, да, то есть у вас все здесь скопируется и так далее. Также можно для должности задавать склонения, вот и соответственно это будет использоваться во всех там кадровых документах, приказах там и так далее, вот и собственно говоря на этом формирование штатного расписания, да, там в минимальном виде, можно сказать, что закончено и вы можете его уже использовать во всех кадровых документах и соответственно пользоваться всеми возможностями этого штатного расписания, то есть когда вы допустим хотите принять на работу в торговую сеть Star там генерального директора, то это будет выглядеть следующим образом. Прием на работу создаете, создаете прием на работу, соответственно указываете организацию, торговая сеть Star, указываете какого-нибудь сотрудника, можете допустим создать нового, напишем Иванов, Иван. Иванович, это классическое как бы классическое наименование для всех, для всех печатных форм во всех, во всех государственных, не государственных, а во всех организациях, допустим укажем, что он работает дирекция и установим должность ему директор. После того, как мы устанавливаем должность, автоматически из штатного расписания подбирается фод, если здесь был установлен в штатном расписании график работы, допустим пятидневка была установлена для этой должности, то при автоматическом выборе этой должности установится здесь график работы, соответственно здесь все из штатного расписания, все данные подберутся, совокупная тарифная ставка рассчитается, указано будет каким образом он начисляется оплата труда и соответственно дальше вы уже можете сформировать и напечатать трудовой договор. Вот после того, как эта должность будет занята, да, то есть и после того, как вы проведете этот документ и примите на работу этого сотрудника, то эта должность в штатном расписании, она уже будет занята и второго сотрудника на эту должность вы не сможете принять. То есть если вы попытаетесь там это сделать и второго сотрудника на должность принять, то программа там будет вас предупреждать. Вот такие возможности по формированию штатного расписания есть в программе 1С зарплаты управления персоналом. Соответственно, что вам нужно знать по штатному расписанию? То, что есть настройки штатного расписания. То есть вы можете для того, чтобы им воспользоваться, указывать, что оно ведется. И лучше всего указать автоматическая проверка кадровых документов на соответствие. Чтобы не было приемов ни на ту должность или еще что-то там, ну каких-то лишних вещей. Стандартный способ отображения в печатной форме штатного расписания месячный размер в рублях. Дальше вы переходите в раздел штатное расписание. Заполняете для вашей организации в разделе настройка подразделения. Заполняете список подразделений. И в форме штатного расписания формируете список должностей, которые относятся к подразделениям. И вы указываете количество ставок для каждой должности. Потом для, опять же, каждой должности вы указываете график работы. Указываете начисления, какие есть, и отпуска, которые используются. Вот, соответственно, после этого ставите дату утверждения. И для того, чтобы удалить должности штатного расписания, то вы можете использовать, ну, снять галку позиции утверждена и, соответственно, удалить должности штатного расписания. Вот таким образом работает этот функционал, этот механизм. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы будем рассказывать вам очень много интересного про программу зарплаты управления персоналом. Про то, как использовать максимально ее функционал. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь в компанию Кодерлайн. Мы обязательно вам поможем, проконсультируем, каким образом организовать штатное расписание вашей компании. И каким образом использовать этот мощный функционал, который есть в программе 1С зарплаты управления персоналом. Спасибо. Продолжение следует...